Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И мы будем делать сегодня веточку с цветами в форме шара. Увидела подобное нечто в одном японском журнале по цветоделию и решила подобное попробовать сама. Итак, что нам для этого понадобится? Прежде всего, выкройка вот с такими лепестками большого, среднего и маленького размера. Значит, маленькие по 6 штук, средние по 6 штук, а большие 3 штуки нам нужны. Итак, врезаем все из ткани. У меня крепотлаз уже предварительно окрашенный. И на них, на каждый листик мы подклеиваем подклейку. Подклеиваем ее, отступая где-то полтора сантиметра, максимум два. Сверху и снизу она может быть практически до низу, чуточку не доходить, буквально где-то, может быть, миллиметр-полтора. Полностью проклейки делаем под все, даже под самые маленькие листики. Теперь нам нужны будут вот такие маленькие цветочки. Я вырезала предварительно это из картона, шаблончик. И использовала вот такую розовую ткань. Это синтетика, и поэтому я ее решила, потому что вырезать он такое слишком мелкое, очень сложно. И это кристаллонг, по-моему, называется ткань. Я ее вырезала паяльником. Вот, просто как шаблон использовала. Сделаю два цветка. Два цветка. И на каждый цветок вырезала по девять штук. Я не знаю, насколько у меня получится. Возможно, получится и больше таких вот элементов сделать, деталек. Может быть, и даже больше надо будет сделать. Посмотрим. Делаю впервые. Так как я японские не понимаю, поэтому я не могу точно представить, сколько здесь цветочков может быть. Итак, нам еще понадобятся вот такие, уже я здесь сделала, стебелечки. Вот это основной большой стебель. Он у меня уже, видите, полностью проволока. Она у меня уже опоясана тканью. То есть, вот я готовлю такой основной стебель. Два таких стебелечка у нас пойдут на цветы. Такие круги с цветами. И два еще дополнительно на веточки с листиками. То есть, у нас будет три веточки с листиками. Здесь вверху будут листики. Один большой, два средних и два маленьких. Здесь также большой, два средних, два маленьких. Большой, два средних, два маленьких. Вот все мы приготовили. Теперь нам нужно приходить к обработке наших листьев и цветов. Обрабатываем листья с правой стороны. Обрабатываем их такой небольшой булькой. Подушку используем либо полу жесткую, либо мягкую. Вот у меня здесь использую мягкую для того, чтобы было больше изгибов у листиков. Сверху вниз ведем. Сверху по бокам вниз. Немножко вот так зигзагообразно. Вот так. С одной стороны и с другой стороны. Так обрабатываем маленькие листики. Они, видите, с двух сторон получаются согнутыми. Средние листики обрабатываем таким же образом. Идем больше к серединке от края. Можно и обрабатывать на более твердой поверхности. Тогда вот таких вот загибов у вас будет меньше. Вот примерно так я обработала средний листик. Можно его перевернуть на правую сторону и провести, допустим, ближе к серединке. Вот так. И он будет немножко выгнут. И опять немножко кончик согнуть. Вот так будет красивее. И остался самый большой лист. Примерно вот так вот я здесь вот один обработала. Сейчас обработаем еще. Опять по правой стороне. Опять по правой стороне. мягкая подушечка то есть конечно труднее получается работать сильно листики загибаются можно в принципе загнуть одну сторону в одну сторону допустим вправо а другие влево то есть одно проработать с правой стороны другое другую часть левой стороны вот такой получается листик то есть зависимости от того как вы хотите сделать вот так обрабатываются листья теперь обрабатываем маленькие цветочки обрабатываем быстро посрединке булькой бульку прям чуть по крупнее размера так что цветочек просто загнулся к верху вот примерно так должны выглядеть наши цветы теперь когда все листья и лепестки обработаны приступаем к сборке веточек веточки как я сказала будем делать вот на таких толстых степельках и так вот это у нас идет в самый основной степель а верхушка у нас будет здесь начинаем с самого большого листика и будем просто клеить его за основание промазываем клеем где-то сантиметр где-то сантиметров 6 наверное от края с обратной стороны и можем даже вот так этим клеем поделиться с соседним листиком можно прям так про промазать несколько листиков потому что легче потом клеем немножко подсохнет и будет легче подклеить все наши листики сразу так начинаем самого большого мы его накладываем отступая где-то примерно миллиметров 7 и основание вот так его склеиваем склеить надо очень хорошо чтобы он держался расправлять его уже можно потом сейчас не трогать главное что он чтобы он скрепился теперь берем вот наши средние отступаем где-то сантиметра полтора-два максимум и вот с левой стороны там где приклеена проволочка также за основание приклеиваем сначала один листочек мы его потом возьмем вот так и выгнем правой стороны вот теперь другой листочек в принципе в это же место здесь немножко много клея сейчас вот сюда намашу в это же место и опять же берем вот так вот и выгибаем направо что у нас получается теперь у нас остались маленькие листики их также отступая сантиметра два от средних листьев приклеиваем сначала один там и вот так вот выгибаем с другой стороны подклеиваем последний маленький так и опять же вот так выгибаем на правую сторону выгибается здесь все очень хорошо потому что у нас тут проволока ее в принципе можно выгибать так как нам хочется можно вот так вот сделать можно немножко так согнуть вперед и назад вот такой вот у нас вот такая получилась веточка теперь нам нужно положить чтобы она хорошо высохла вот этот кончик где проволока вот эта веточка вот эта веточка будет вставлена у нас в основную веточку просто как обычно сейчас я вам покажу я уже сделала вот ветку она у нас будет где-то вот здесь вот вот так вот вставляется вот так вот здесь как обычно я вам показывал делаем дырочку промазываем клей и вот так вот вставляем сейчас мы будем делать вот такой цветок который у нас будет как цветок шарта такой интересный цветок делаем его опять же на таком же стебле это опять идет вниз к основному стеблю вот наши обработанные лепестки теперь я взяла вот такой полетеновый такой вот шарик скажем это даже больше не шарик а яичко но видите немножко вытянутый поэтому ну так как он достаточно гибкий я могу его вот так свернуть в шарик и здесь где-то вот примерно вот сделать дырочку вот и надеть его только прежде чем надеть надо немножечко все это дело приклеить чтобы оно хорошо склеилось со стебельком можно вместо таких шариков вот у меня готовый шарик можно сделать просто ватный шарик на проволоке вы это уже умеете у меня тут готовый тем более он не розоватый то есть по цвету он очень мне подходит к нашим левесткам и поэтому я сразу как-то схватилась у него и решила что это самый лучший вариант это пенопласт вот этот вот самый лучший такой вот для таких вещей материал и так как мы будем прикреплять наши цветки чтобы получить вот такой вот красивый цветок можно получить больше цветок если мы возьмем побольше шар будет вот такой шар значит цветок будет вот такой в принципе вот именно из-за этих цветов я решила сделать данную веточку потому что вариант этот очень-то достаточно такой интересный и красивый если допустим будет у нас вытянутый такой шарик да то может быть и цветок вот такой может быть очень красиво смотреться даже чем-то он напоминает сирень например ну и так делаем делаем очень легко кстати очень легко мы просто берем и наш шарик смазываем клеем и основное дело мы в общем-то сделали все много клея даже не надо просто элементарно смазываем клеем ну и все теперь поехали берем просто наклеиваем наши цветы за срединку за срединку вокруг всей нашей срединки этой круглой у меня на один такой круг идет где-то 16-17 вот таких цветочков вот буквально прошли какие-то вот какая-то минута и весь наш шарик видите вот так собран смотрите как он красиво со всех сторон смотрится можно его сделать более пушистым если количество цветов здесь будет большим просто их плотнее расположить либо так как у меня теперь нам осталось сформировать веточку вот здесь видите я вот этот вот цветок вот этот вот этот он видите на какой на такой вот кривой кривой так сказать я немножко просто вот так согнула стебелек и вот он у меня такой красивый получился немножко необычный то же самое можно сделать вот с этим чтобы он не был вот таким вот такой палкой можно его будет вот немножечко вот так вот повернуть почему я не хочу сейчас его показывать вам как я прикрепляю на основании потому что мне надо чтобы вот это вот все хорошо схватилось и только потом уже можно будет вот этот цветок наш закрепить к нашей веточке сейчас пройдет некоторое время и я вместе вот с готовой этой веточкой прикреплю на наш и цветок и маленькую веточку прикреплю на наш готовый стебелек и так наша отборка закончена и вот как выглядит наша веточка у нас получилось два цветка и три таких сложных листика лепестки лепестки такие интересные получились пушистые подобных цветков можно делать в принципе очень много главное сделать вот такие заготовки спасибо за внимание с вами была Ольга Канонникова и 2 3 4 4 и 5 и и и и и